всем привет сегодняшнем видео мы поговорим с вами на тему по поводу которой вопросы мне приходит довольно часто и сегодня мы с вами будем говорить про соцсети расскажу вам плюсы и минусы соцсетей естественно с позиции крупного аккаунта со своего опыта только и да если вам интересно подобного рода видео то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть конечно же у меня сегодня здесь блокнот я выписала для себя 5 вещей за которые я люблю соцсети и выписала 5 вещей за которые я не люблю соцсети поэтому у меня получился такой топ-10 люблю ненавижу итак поехали первое соцсети это современного рода выставка вам не нужно как раньше звонить куда-то в какие-то галереи предлагать свои работы предлагать какого-то рода сотрудничество и так далее соцсети делают все за вас они во-первых очень легко взаимодействуют друг с другом соответственно информация легко просачивается и появляется в разных соцсетях естественно чем больше ваш аккаунт тем больше о вас узнают и соответственно тем больше и быстрее вы распространяетесь именно вы и ваше творчество поэтому это очень выгодная очень удобная площадка возможность рассказать о себе и вдобавок отсутствие человеческого фактора то есть вам не нужно выходить из зоны комфорта преодолевать какие-то барьеры в общении с людьми например вам просто нужно делать свою работу и показывать ее другим людям и так второе соцсети дают огромное множество вдохновения и знаний если вы не из ленивых и читаете какие-то именно посты где написано очень много бывает полезной информации то естественно она так или иначе откладывается и вы таким образом обогащаетесь я очень-очень много узнала из соцсетей про материалы про краски про их свойства подкрепив эти знания какими-то более профессиональными более крупными статьями в интернете ты уже начинаешь лучше в этом ориентироваться быстрее схватывать информацию по тому или иному вопросу и естественно глядя на опыт других ты уже вырабатываешь свой собственный персональный вкус потому что у тебя будет в аккаунте что у тебя не будет в аккаунте и так далее ты таким образом вдохновляешься у тебя появляется уровень и которые ты можешь равняться и мне кажется это несомненно плюс 3 соцсети это лучший способ завести новые знакомства сотрудничество и даже завести друзей у меня есть такой опыт и это очень круто потому что здесь в отличие от каких-то более спонтанных знакомств компании или в каких-то общественных местах например вы находите людей именно по вашим интересам скорее всего в другом случае вы вряд ли вообще зайдетесь да и начнете как-то общаться в интернете поэтому как ни странно это действительно может сработать и естественно это возможность сотрудничать с какими-то магазинами с какими-то фирмами и организациями с которыми вам действительно интересно сотрудничать конечно не секрет чем больше и крупнее ваш аккаунт чем больше ваша аудитория где бы то ни было естественно больше к вам интереса по крайней мере хотя бы потому что ваше имя вашей работы распространяется если вы распространяете именно интересный какой-то контент если это ваши то есть если вы не занимаетесь каким-то плагиатом если вы не занимаетесь так называемыми серыми аккаунтами и прочее то есть если вы делаете что то что вы вкладываете душу и если стараетесь сделать это хорошо то рано или поздно вас все равно заметят таким образом вас появляются какие-то знакомства сотрудничество и от этого естественно новые знания в той или иной сфере это очень очень круто четвертое соцсети лучший мотиватор если вы не в состоянии делать что-то для себя и если уже никакие мотивашки вам не помогают то в случае когда вы ведете именно целенаправленный аккаунт если вы за ним следите то естественно иногда ваш мотиватор это ваш зритель и вы уже выкладываете работы не для себя а для зрителя это становится на самом деле хорошим символом если естественно не относиться к этому как-то слишком халтурно не делать работа вы как вы в любом случае остаетесь на своем уровне вы делаете работу так как вы ее можете делать не больше не меньше таким образом у вас всегда есть такой некий ценитель который ждет от вас работы и естественно вы все равно где-то подсознание будете держать эту мысль и будете делать свою работу гораздо чаще чем если вы ее никуда не выкладываете и делаете ее просто для себя и там хранится у вас дома допустим и последнее конечно соцсети это своего рода еще и такой досуг и это возможность соревнований так скажем конечно здесь речь идет больше каких-то конкурсах особенно если вы принимаете в них участие но и также если вы являетесь организатором каких-то конкурсов таким образом вы объединяете все выше названные мною плюсы в один то есть вы получаете новый опыт знакомства с людьми вы узнаете что-то новое когда следите за конкурсными работами даже там можете узнать каким-то образом про новые материалы у меня есть пример когда я проводил один из своих конкурсов я смотрела работы участников и наткнулась на один пост котором было написано чем были нарисованы эти работы и таким образом я узнала про краски которые мне в дальнейшем приглянулись и которые мне захотелось попробовать то есть такой поток к информации происходит вдобавок это такой хороший стимул попробовать что-то новенькое потому что иногда когда вы принимаете уже непосредственно участие вам приходится выходить из зоны комфорта естественно вы создаете что-то новенькое пробуйте себя в новых направлениях если опять же вам это интересно и это такое виртуальное соревнование это тоже на мой взгляд конечно несомненный плюс итак теперь мы переходим к минусам вещам которые сложно сказать ненавижу ну которые естественно являются обратной стороной медали первое это даже не хейтер нет это так называемые я их называю интернет ценители это люди советчики которые приходят раздавать эти советы в принципе мне кажется и их миссия на этом строится раздавать совет особенно если эти советы не имеют какого-то конструктива в стиле сделай вот так а я бы сделал вот так а лучше бы вот здесь делать вот так понимаете что очень-очень маловероятно что человек вообще пойдет что-то переделывать то есть это такое советик в пустоту потому что никто никогда из-за того что кому-то там что-то не понравилось не будет менять своих работах первая причина этому он любит то что он делает и скорее всего то что он внес в эту работу он также любит по отдельности все детали этой работы даже если они ему не нравятся там да на какой-то период времени мне тоже не все мои работы нравится очень велико не все мои работы но я очень вряд ли буду прислушиваться к человеку который где-то там сети выразил какое-то свое негодование по поводу какой-то конкретной детали в работе на меня это никаким образом не влияет но эти люди есть и они полноправные участники события поэтому наверное тут просто стоит смириться естественно опять же исходя из того что у меня довольно крупные аккаунты во всех моих соцсетях я сталкиваюсь с этим гораздо чаще но опять же потому что людей много не все успеваешь видеть и не все успеваешь читать и соответственно не на все реагируешь в этом есть и плюсы и минусы второе от тебя всегда ждут успеха как бы ты не развивался как бы ты не рос и сколько бы ты сил не вкладывал в свои соцсети тебе наверняка скажут либо не то что было раньше или раньше было не так профессионально но было вкусно или эта работа не лучшая твоя работа или эта работа наоборот лучшая твоя работа почему это и другое я отнесла в данном случае к минусам потому что лично для меня определение это лучшая твоя работа несколько двоякая она говорит о том что ну вроде как все хорошо это лучшая твоя работа и ты думаешь ага значит есть какой-то рост значит есть какой-то шаг которые определяют эту работу лучше но с другой стороны ты думаешь значит все мои остальные работ и поэтому это довольно сомнительный комплимент если честно всегда тебя будут ждать успеха бывают у всех у нас такие дни вообще такие периоды даже когда нам попросту ничего не хочется делать или когда все что мы делаем идет ну как-то все криво коз не так как нам бы хотелось в этот период все равно будут выходить какие-то ваши работы и кто-то может заметить этот момент что что-то здесь не так но мы все люди и это абсолютно нормально но почему-то так складывается что зритель не всегда это понимает и не всегда готов это понимать он думает что все ты сдался тесту или ты сделал халтуру какую-то третье это однотипные вопросы и чаще всего даже вопросы не в стиле где-то учился сколько тебе лет и почему только портрета например как в моем случае а чаще всего люди удивляются почему твои работы похожи может потому что они выполнены в одном стиле честно я не знаю ни одного художника на которого бы я равнялась чтобы его работы отличались по стилю мне кажется наоборот это очень круто когда тебе говорят что твои работы узнаваемы их можно отличить даже если они не будут подписаны потому что узнаваемость это уже признак мастерства и мне кажется это один из самых главных факторов которому вообще в принципе должен стремиться человек который мы занимается развитием себя через соцсети например потому что если например я попадаю на какой-то аккаунт где все работы разношерстные выполнены разными материалами очень мало вероятны что я останусь с этим человеком мне проще будет подписаться на какой-то там паблик или сообщество или профиль да где будут просто собраны работы различных художников или там неважно какой сфере вы развиваетесь фотографов там так далее и тому подобное просто потому что я специально пришла сюда чтобы смотреть разнообразные вещи смотрите на подборку каких-то материалов по одной теме если я хочу следить за человеком за его творчеством и развитием я выберу человека который именно следует своему стилю просто совершенствует его и развивается в нем четвертое это какого-то рода клеймо ко мне к великому наверное счастью это не относится и меня очень очень да вообще практически меня не сравнивают ни с кем другим опять же возвращаясь к предыдущему вопросу мне кажется это очень круто когда вас не сравнивают потому что меня бы это жутко раздражало если честно но я очень часто вижу когда к человеку привязываются вешают ему клеймо вот ты рисуешь только вот так или ты рисуешь только то что продается ну то есть то что зритель легко воспринимает и поэтому собирает много лайков там и так далее и очень много различного рода обвинений так называемых вот этих ярлыков которые на мой взгляд максимально в принципе некрасиво развешивать какое-то имеешь право грубо говоря но с другой стороны опять же это виртуальности не можешь все это контролировать это все тебе не подвластная стихия и мне кажется это огромный минус соцсетей потому что ты не знаешь человека ты не знаешь сколько сил и времени он вкладывает в то что он делает как ты можешь судить об этом как ты можешь раздавать такие ярлыки 5 человеческий фактор я буду говорить со своей позиции но я также умею наблюдать да и следить за другими людьми и я поняла такую вещь что если ты не отвечаешь на все комментарии или если ты очень-очень редко вообще отвечаешь на сообщение и так далее то ты зазнайка сто процентов сразу на тебя вешают это клеймо все ты зазвездился ты повысил собственное мнение о себе и тебя нужно опустить на землю молниеносно есть люди которые просто интроверты по натуре своей они не очень-то хотят общаться они просто делятся тем что они делают тем что они любят в надежде что у кого-то в душе на эту работу там появится отклик и что кто-то оценит их работы но они не обязательно должны общаться и просто нужно это понять и принять если ты например как в моем случае наоборот открыт к общению довольно часто отвечаешь на комментарии на сообщение там в личке еще где-то то наоборот люди иногда начинают наглеть откровенно говоря начинают как-то где-то копаться где-то подрываться каким-то темам я понимаю что возможно эти люди просто хотят знать тебя несколько ближе но иногда они переходят границу они начинают вести себя так скажем фамильярно они считают что из-за того что ты к ним по-доброму хорошо выслушал их ответил на все их вопросы то значит они имеют право заваливать тебя нон-стоп своими какими-то фотографиями фотографиями из жизни даже там свои своими рисунками постоянно писать или даже просто начинают задавать какие-то не совсем культурные вопросы и так далее и ты думаешь это всегда палка о двух концах то есть ты не знаешь как лучше себя вести не отвечаешь ты плохое из-за из-за знайка отвечаешь начинают слишком нарушать границу личного пространства ну и конечно исходя из этого иногда приходится некоторых людей блокировать я вообще абсолютно нормально отношусь блоку я считаю что ваши соцсети это ваше личное пространство в первую очередь естественно если она открыта подразумевается что вы выкладываете что-то на обозрение и это может кому-то не нравится кому-то нравится это абсолютно нормально но бывают люди которые каким-то образом нарушают твою гармонию с этим пространством в любом случае несмотря на то что вы выкладываете все на общее обозрение вы все равно делаете это со своим вкусом вы делаете это вкладывая туда свои силы свое время свои материалы и навыки и так далее и естественно только вы в состоянии контролировать что из этого оставляет работу над соцсетями комфортной а что делает такой дисбаланс ваша работа я таких людей чувствую очень хорошо и я понимаю что они пришли сюда просто чтобы внести некоторую вот эту ложку дегтя и поэтому я не вижу ничего плохого в том чтобы блокировать таких людей если вам нужно очистить свой организм от шлаков вы начинаете пить всякие сорбенты и зеленый чай и так далее то же самое происходит соцсетями будем считать что это некоторая такая очистка для того чтобы просто вам было комфортно я знаю очень многие люди просто блокируют всех подряд кто пишет негативные комментарии это тоже не совсем здоровый подход но если что-то конкретно вам не нравится это вполне нормально мы все имеем полное право сами контролировать какие-то свои действия и тем более свое дело да поэтому еще раз повторюсь не вижу в этом ничего такого супер зазорного вот оставайтесь позитивными в отношении соцсетей каким бы сердечным делом это не было это все равно все таки виртуальная вещь это не навсегда в любом случае главное это то чтобы заниматься тем что действительно вас вдохновляет чем вы горите и чем вы в конечном счете можете гордиться вы знаете что вы не просто так растрачиваете свое время в пустую а все остальное это больше какие-то приятные бонусы к этому такие дополнения поэтому слишком серьезно тоже не стоит это воспринимать и естественно у вас скорее всего возникнут вопрос по поводу того а как же развивать эти соцсети об этом уже подробно я рассказывала видео реальность художника но но если все таки будут очень любопытные и ленивые люди которые не захотят смотреть это видео могу вам сказать что самое главное это делать то что вы любите делать это регулярно и стараться следить за тем что вы выкладываете как вы выкладываете и конечно это хэштеги остальное все придет ваш зритель вас всегда найдет если вы действительно стараетесь и делайте свою работу достойно в любом случае ваш рост всегда будет виден ваше стремление развиваться тоже всегда увидят а это отличный мотиватор для других людей поэтому таким образом вы можете найти свою аудиторию всем спасибо что посмотрели это видео я надеюсь вам было интересно и полезно надеюсь ответил на какие-то ваши вопросы если вдруг остались еще какие-то моменты которые вы хотели бы обсудить можете задавать их в комментариях и да тебе спасибо еще раз буду рада если вы подпишетесь и пока и а